Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Перезван. И сейчас я хочу подвести окончательно и бесповоротно итоги трансферного окна 2024 для российского чемпионата. Начну, разумеется, с зенита и начну получается с того, в какой день я записываю этот ролик. Сейчас уже 0.20, сейчас уже наступила полночь и сейчас уже 20 минут, как 13 сентября. А что это значит? Это значит, что сегодня день рождения моего очень хорошего друга по имени Захар Градусов. Захар Градусов, поздравляю тебя с днем рождения. И вот этот ролик я посвящаю тебе. Ты очень здорово поддерживал в комментариях, ты очень здорово поддерживаешь последние 7-8 месяцев в личной переписке. Ты молодец, с тобой приятно общаться. Я вообще ведаю дружить. Зенит этим летом усилился. на все практически позиции усилился. Даже не практически, а на все. Теперь можно сказать вообще без каких-то ни было вопросов у Зенита дважды чемпионский состав. Дважды. Для двух разных схем. 4-3-3 и 4-4-2. Для схемы 4-3-3 у Зенита есть следующий подбор игроков. Лутышонок, Караваев, Каракович, Нина Сантос, Баррис, Винолков, Диньо, Педро, Соблев, Лусян, либо Педро, Соболи, Лусян, Лусян, Лусян. Они примерно одного уровня. И они примерно равноценно могут сыграть. Либо Усян может сыграть в центре нападения Лусянков правым венгером. Для схемы 4-4-2 оборона вратарь 4-4 защитника и опорник те же самые. Винолков тоже. Соответственно под нападающим Глушенков два выдвинутых столба Лусян и Соблев. Вот так. Есть еще варианты с Мостовым, с Монтуаном, с Артуром. Много с кем. Зинин достаточно комплектовался для того, чтобы говорить, что даже в случае каких-то кадровых потерь он может себе позволить примерно безболезненно переструется. Зенит уже пережил травму Лушенкова, лидера команды. Зенит уже пережил травму Венла, легкую травму Голдиню. Переживает травму Сергея Волкова. Волков здоровья тебе. Это, кстати, летний новичок купленец Краснодара, который пока себя особо не проявил, но это очень хорошая замена для немолодеющего Караваева. И через год, через два Волков будет бегать в основе. Помимо Волкова, Зенит взял на позицию вратаря наконец-таки нормального вратаря. Женя Алташонок, ты просто супер. Спасибо огромное руководителям Зенита, что вы разглядели в этом парне талант и не побоялись пригласить его в Зенит из команды, которая только что вылетела в ФНЛ. Спасибо, что не упустили его, и что у нас в поднос не вели никакие кони, никакие свиньи, никакие алхомоты, как у Антратова тоже. Впрочем, учитывая, как сыграл Антратов в последнем матче чемпионата перед паузой на сборную, очень хорошо, что Зенит его когда-то не взял. Если бы он за Зенит так привез, Киржакова даже так не приводила, честно говоря. Помимо Латушенко очень ко двору пришелся Зенит и Горшков, Горшков это вообще-то подмена Дугу Санксу, это вообще замена Круговому Шершму, как последняя Крыса в СССР, но Горшков выходит еще так же и в центре поля, и выходит очень даже неплохо. Также Зенит пришли лидеры нападения это Лучшенков из Лукомотива, лучший ассистент чемпионата России из 12-13-14, 16 галлевых передач, повторение рекорда Халка Лоськова. В принципе, Лучшенков делал всю игру Лукомотива и в Зените с самой первой игры практически, с исключением Кубка Майф премьера, с самой первой игры официальной начали делать разницу, начали делать игру и начали видеть результат. Также пришли уже лидеры нападения, один из лидеров Лусяна, Лусяна Гондул, или Гондул, но никак не Гондул, как вы его любите назвать, потому что тогда Эбое, не Бое, а Эбое, Эммануэль Эбое, который в Арсенале играл в свое время. Соболев может стать вполне лидером нападения, либо оттягивать как-то на себя внимание, чтобы реализовывали себя в полной мере в атаке матового Кассира, Педра, Мушенков и, соответственно, все тоже Лусяна. Зенит мог приобрести в летний трансфер от одного Жецена Ферландаша или Ивана Ильича вместо Венгола или Ковдинина, но в итоге решил от добра добра не искать, наоборот, продлил и Венгола и Ковдинин, и это тоже в определенном смысле слова трансферная победа Зенита, потому что уже предвкушали из кругов МКАДа, что Венгола или Ковдинина точно Зенита уйдут, с кем-то так или иначе Питер останется и будет болезненная перестройка. Но перестройка была не болезненная, наоборот, пришли люди, которые усилят Зенит, которые либо сейчас усилят, либо усилят потом, которые, конечно, свои нравные, да, какие-то с сложными характерами, как Лушенков и Соболев, но при этом другой, как футболисты, бесценны, и они могут вполне сыграть решающую роль во многих победах Зенита. Лушенков уже играет, Лусян уже играет, Соболев вполне может сыграть в будущем. Не исключаю даже, что в самом ближайшем будущем мы против СССР, потому что Зениту как раз не хватало именно такого игрока фактурного, мощного, с таким богатырским телосложением, который борется с рафной, который скидывает мячи партнерам, которые вы можете сам вполне завершить. Соболев как раз тот, кто нужен Зениту для игры именно с такими командами, как ЦСКА, ну и с такими командами, как Факел, Ахмат, Динамо, Махачкала, Рубин, вот с такими Соболев Борьбисценен. С остальными у нас есть Педро, великолепный просто Вингер с шедевральным дриблингом. У нас есть Глушенков с умнейшими решениями передачи, по ударам, потому что дриблингом. Веновка, Удин еще никто не отменял, не отнимал. Ну и в общем Зенит, этот трансфер может занести себя назначенно в плюс. Параллельно покинули команду такие пассажиры, как Васютин, Изидор, Сутармин. Сутармин валит сюда, свалил уже, слава богу. Свалил Сутармин, свалил Васютин, свалил Изидор, свалил Коваленко, свалил еще кто свалил? Ну окончательно свалился опять же Круговой, теперь он даже юридически не принадлежит Зениту. Свалил Удуфернандес, теперь карма наша более-менее очистилась. пришел конечно Соболев не менее Уду, но, 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 вместе с Соболевым пришли другие более порядочные люди. Ушел, кто еще ушел, что-то забыл уже, кто ушел. Киржаков ушел на пенсию, теперь он третий вратарь. Не буду больше косичить, пожарить, перевозить. ушел с центра обороны в теком случае с основных позиций с Нурололиб. Впрочем, Олип за последнее время очень приправил. Чего только стоит гол ворота Балтики в финале Кубка 2024, или матч за сборную Казахстана против Норвегии, где Олип сдержал лучшего нападающего мира Эрлинга Холона не позволил Норвегии забить и вообще. Так что Олип вполне может еще и в основе Зенита выходить. Но это все же больше пожарный вариант. Ушел из Зенита я уже забыл, кто ушел. Прости. Сергеев ушел. Честно говоря, жабко, что Сергеев ушел. Но в последнее время, в последние месяцы 7 опять же Иван превратился в игрока, который пользы не приносит совсем. Который просто бегает, который растворяет фопы. От него ноль опасности, ноль остроты. Последние опять же месяца 7. Удачи всего Иван в крыльях. Я очень надеюсь, что ты там перезагрузишься, перенесешь пульс. Теперь перехожу к конкуренту Зенита. Самый главный конкурент прошлого сезона. Несмотря на то будет третье место. Второй после Зенита это Динамо. Ближе всех бог сплотнее с золотом. прошлой сезона. Зенита конечно усиливать сделала у него на месте вратаря. Но при этом боицы, которые были намного больше усиления, центральный нападающий или центральный защитник, они усилены не были. Тюкан как был единственным центр хород так и остался. Более того он прекратил забивать за весеннюю часть блядь не за 7 туров чемпионата и за 3-3 кубка. Тюкан забил всего лишь и один гол и единожды однажды Акрон больше не забивал. Даже с пенальти и то не забил. Но впрочем поспособствовал в того Оренбурга. Правда это уже немного другая история. Всего Динамо Артура Гомеса который примерно на уровне Гамалёв может чуть сильнее. Но я не считаю это серьезное качество усиления. Посмотрим конечно на дистанцию но я авансов для этого игрока не даю. А вот кто реально пришел и сделал погоду так это Эзекель Барка в Спартаке. Это один из лучших полозащитников за всю историю Спартака по крайней мере в 21 веке. Не хуже Алекса точно а может быть может быть даже на уровне Фернандо. Хотя Фернандо был опорником Абарк Абарк Атакуч по защите к новым мячом распоряжаться он очень хорошо умеет. Шедевральная передача бильярдного удара и это очень опасный соперник которого надо опасаться и которого надо иметь ввиду. Зенит имеет его ввиду но даже Зениту с огромным трудом удалось его сдержать только в результате нечеловеческого подката Баррюса Барк не сделал погул в Санкт-Петербурге только из-за филигранной игры Евгения Латышенко шедевральной игры Евгения Латышенко Барк не сделал разницу в Санкт-Петербурге и не выиграл в Зенита. Да попотеть придется я так чувствую с этим Барка. Хотя очень хотелось бы чтобы был какой-то отрыв чтобы был более-менее спокойный потому что я задолбался с тех нервов Спартака в принципе будет впереди соперники с которыми можно потерять очки и теперь главный Зенит подождать в чем я честно говоря не особо уверен на возле СССР с Краснодаром это будет сделать тяжелое по нему Барк Спартак пришел Маркиниус более-менее толковый тревлюр а больше не пришел никто из того кто должен усилить пришли какие-то лавочники на позицию левого защитника центрального защитника вратаря того кто сделает погоду больше кроме Барка нет Ушел Ну, у Локомотива не Лушенкова, а у Краснодара не Цефонова. И поэтому, даже несмотря на то, что в Локомотив пришел Молдос, а в Краснодар в Желание Родригес, насколько помню, в Желание Ронанс, я же сейчас забыл его фамилию, простят мне быки. Даже несмотря на это усилие его обороны, даже несмотря на то, что в Локомотив есть Батраков в Краснодаре и Спиртиана Кордоба, я не думаю, что они на дистанции дадут бой Зениту. Конечно, они будут биться за медали, это естественно, но с Зенитом я не думаю, что они кадрово, объективно могут соперничать. Они могут выдать мощный-мощный матч, но на дистанции вряд ли, вряд ли, честно говоря. С ССК породал Чалова за медицинок при трансферной стоимости 12, 10 и еще 2 миллиона евро. Кони породали Чалова в Паук всего лишь за то ли за 2, то ли за 6. Это очень невыгодная сделка. Вместо Чалова они взяли свой горе-рапу. Само по себе горе-рапа не плохо, но Чалова в разы сильнее. Это безусловно ослабление ССК. Кем может ССК удивить? Дивеевым, Мусаевым, Секу Куйта, Обороны, труднопроходимые. На дистанции, конечно, они идут мощно, конкурентов обыгрывают регулярно, но они выглядят темно-вошарки. Впрочем, если считать, с кем выиграть, далеко не Слуцкого, недооценить этот ССК нельзя. Они ничуть не меньше опасны, чем Спартак, а то и больше. Спартак-то больше шума, больше попиздеть. А на ССК это ССК. Поэтому на ССК на первый матч после полосной сборной надо выйти с настроем победить. Кони остаются у нас на 4 очка. Если мы их не сбрасываем с плеч, они будут весь сезон нам делать мозги. Как делал Динава. Поэтому надо коней победить. Надо коней взрывчатить на коне арене впервые за 3 года. Если мы этого не сделаем сейчас, нам будет очень-очень тяжело. Кто еще усилил какие клубы? В Ростов приехал Родриго Сараево, насколько помню. Растощение хотели увидеть еще зимой. Но тогда не получилось, зато удалось это сделать летом. Ростов тоже показывает, что это команда мощная. И это команда, которая будет биться за, условно говоря, еврокопковые места. Считывая, что до еврокопов нам как ракондоуны. Будем считать за светочную церемонию. Топ-6. Первые 6 мест. Ростов будет биться. Кто еще будет биться? Болит биться Рубин. Рубин пришел нападающий Чуни. В предпоследний день трансферного окна. Или в последний. Больше серьезных трансферов из команд, которые борются за высокие места. Но практически нет. Акрон впечатляет. В Акрон приехал Артем Зюба. Акрон будет давать жару. Балтика, ясно, наверное, тоже впечатляет. К ним приехал Хазарапаев, асфакил. И Виталий Сокович из Рубина. Те люди, которые зажигали в свое время в РПО. Балтика хочет выйти назад. В Лыжку. Почему бы и нет? Хотя... Хотя такую команду бы курал. Как Суча, я вообще видела. В намного большей степени, чем Балтику. Урал и Суча, в принципе, идут в высшей половине таблицы. И претендуют на возвращение. Я желаю Уралу Сучьи и Рунц. Вы красавцы. Особенно Урал. Урал. Я за вас сегодня отдельно бухнул. Спасибо вам за те победы. И к Сиренбурге над конкурентами, которые были сегодня 24. Без ваших побед мы бы не стали шесть раз подряд чемпионами. Извините, пожалуйста, что я за глаз у вас бухнуть 25 мая. Тогда... Тогда Краснодар больше поводов для благодарности дал. Ну, увы, ваша помощь тоже бесценна. Я желаю вам выиграть Фанелу и вернуться. Урал. Вы супер. На общем и целом я вас поздравляю. Леди Интерат, Сиренбург, завершусь. Дальше идем. Без пауз вплоть до октября. Сиренбург, завершусь.